За здоровое поколение. Сегодня у Гомеля прошла доброчная акция для особливых детей, которые имеют порушение опорно-рухального аппарата. Инициативу «Другий год за пар» реализует областная организация Республиканское громадское объединение «Белая Русь» и Гомельский медицинский центр. Все лет этот союз поширился и до акции долучилось еще несколько спонсоров. Так что проходжение медицинского обследования переутворилось в соправдное свято с усмешками, гульнями и подарунками. Звычайный поход до врача – это маукливое, чаканье своей черги под кабинетом. А этим детям диспансеризация необходна, як минимум, кожная полгода. Иншая справа, коли так весело с танцами и песнями, не зауважать часу и с усмешкой заходить до врача, який чакает только тебе. Три врача-специалиста-невролога, врач-ортопед-травматолог, врач ультразвуковой диагностики, два врача ультразвуковой диагностики, то есть два специалиста, и врач-акушер-гинеколог, который также владеет методикой ультразвуковой диагностики, при необходимости может провести данное обследование. Все врачи откликнулись на благотворительную акцию без каких-либо вопросов и каких-то сомнений даже. На доброченный прием пришли 33 человека, самому маленькому – 4 года. Так само с роду дельников акции были и молодые люди, которые с детства имеют инвалидность. Кожному предоставилась махшимость пройти всех вызначенных специалистов. Стоит отметить, что если бы все это обследование проводилось по полной стоимости, то каждый бы заплатил не менее 140 рублей. Я желаю этим детям здоровья, я желаю здоровья их родителям. И пусть Новый год, даже несмотря на то, что у нас Новый год пока без снега и морозов, все равно станет ярким и запоминающимся событием. Скорбонку яскравых падей 2019 года обовязково пополнить гитая акция. И о ее удельнике с захоплением гулялись и фотографовались сказочными героями, а так само захваты и проходили обследование. Раз в год мы проходим диспансеризацию в своей городской поликлинике, но не всегда бывает возможность попасть в неврологу. Поэтому такая возможность нам была очень кстати. К тому же доктор смог найти подход к ребенку, и был очень коммуникабелен, и все прошло прекрасно. По завершении полного обследования у дельника Макси уручили подарунки и сувениры от спонсоров доброчинного проекта. Финальной кропкой стал вечерний концерт у городским центра культуры, бояк лечить организаторы акции, добрые эмоции, таки же важны ресурсы подтримания здоровья детей, как и медицинская консультация. Евгений Кухаронак, Александр Харлампо, Телерадо и компания «Гомель».